Сегодня CNN опубликовала результаты собственного опроса избирателей, которые оказались для Байдена крайне неблагоприятными тоже, хотя CNN это отнюдь не противник демократов. По сравнению с периодом президентских выборов поддержка Байдена со стороны молодежи снизилась почти в два раза с 60% до 37%, а молодежь традиционно поддерживает демократов. Снизилась и поддержка со стороны афроамериканцев с 72% до 53%. Падение тоже очень существенное, но и независимые избиратели, именно они в первую очередь определяют исход выборов, потому что они могут проголосовать и за демократов, и за республиканцев. В период выборов Байдена поддерживало больше половины независимых избирателей, сейчас только 33%. Президентские выборы еще не скоро, но отношение к администрации демократов воздействует, конечно, и на отношение ко всей партии. То есть на выборах нынешней осенью положение у демократов может быть очень сложным. Сегодня из Комитета Палаты представителей, расследующего атаку на Конгресс 6 января, было сразу несколько утечек. Согласно им, Руди Джулиани возглавлял группу, готовившую признание победы Байдена на выборах незаконной. План состоял в том, чтобы в семи штатах выборы были признаны их законодателями недействительными, вследствие журничества как бы. Тогда выборщиков стали бы назначать не по итогам голосования избирателей, но решением просто законодательных ассамблей штатов, в которых доминировали республиканцы. Такие шаги, правда, с переменным успехом имели место в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане, Аризоне, Висконсине, в Неваде, в Нью-Мехико. Несколько групп альтернативных выборщиков создали, хотя решение о незаконности выборов в этих штатах их законодатели с соблюдением необходимых формальностей не приняли. Согласно плану сторонников Трампа, когда Конгресс сертифицировал 6 января выборы и официально объявлял победителя, вице-президент Пенс должен был признать альтернативных выборщиков, и Конгресс тогда, посчитав именно их голоса, объявил бы победителем Трампа. План этот был не самый умный, он не осуществился, это уже было известно все, конечно, что он не осуществился, а новыми являются предположительные доказательства того, что в центре организации этих мероприятий был Джулиани, столь близко стоявший к Трампу и его помощники Джулиани, что инициатива появления альтернативных выборщиков и всего остального исходила из ближайшего окружения Трампа, это отнюдь ненезависимые действия местных политиков, как бы возмущенных махинациями на выборах. И более того, Джулиани, организатор действий по непризнанию результатов выборов, активно выступала на митинге 6 января, призывая его участников к так называемому суду посредством боевых действий, как он тогда говорил, а после этого началась атака на Конгресс, то есть имеется предположительная связь Джулиани, организатора кампании непризнания выборов и столь близкого к Трампу, с теми, кто пошел затем громить Конгресс. В прошедшие сутки в Израиле зарегистрировано 69 тысяч заражений в результате, в процентном отношении Израиль вышел по заражениям на первое место в мире. Правда, объясняется, может это частично и тем объясняться, что Израиль на первом месте в мире по количеству тестов. Каждый день там проводится тестирование половины процентов всего населения. В настоящее время активных случаев заражений в стране почти полмиллиона, но, к счастью, число тяжелых случаев заболевания сравнительно мало, 638 на эти полмиллиона. А на машинах для дыхания в настоящее время 123 человека. Что же касается подавляющего большинства госпитализированных в серьезном состоянии, то 84% это люди старше 60 лет. Сегодня объявлено, что в числе заразившихся министр обороны Бенни Ганс, Ганс до этого получил 4 укола вакцины. Он заявил, что чувствует себя хорошо и, находясь в изоляции, будет продолжать выполнять свои обязанности. В следующей части о планах перевода производства компьютерных чипов преимущественно в США. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова